Для того, чтобы расширить свой словарный запас, вовсе не обязательно постоянно учить новые слова Можно взять простые слова, которые вы наверняка уже хорошо знаете И посмотреть, можно ли что-то сделать с ними Предлагаю сегодня заняться именно этим Устраивайтесь поудобнее, вы смотрите Puzzle English Поехали! Давайте возьмем всем известные прилагательные Short это прилагательное, которое значит короткий Но ведь из него еще можно получить существительное и глагол Существительных от слова short аж целых два Это shortness, то есть короткость, краткость, слабость Или shortage, дефицит или нехватка Джейн очень четко ощущала свой маленький рост Shortness и всегда носила каблуки Здесь слово использовано в буквальном смысле Short короткий, shortness короткость Джейн коротковато Shortness of breath is one of the symptoms of a heart attack Нехватка воздуха, когда такое вот короткое дыхание Это один из симптомов сердечного приступа Shortage это нехватка В регионе наблюдается нехватка дешевого жилья Или Существует постоянная нехватка учителей Глаголом от прилагательного короткий будет слово укорачивать Она сглотила много денег, чтобы укоротить свой нос Когда зимой дни становятся короче, у многих людей начинается депрессия Следующая прилагательная длинный Long Существительных у этого прилагательного тоже два Длина стола полтора метра Или в парикмахерской вы скажете, что хотите сохранить длину И говорите Хотел бы длину сохранить Longevity это уже длина по времени То есть долговечность, долголетие Он приписывает свое долголетие упражнениям физическим и здоровому питанию Глаголом от прилагательного длинный будет удлинить или удлиниться Мне придется удлинить юбку Широкий Существительное от слова широкий будет ширина Иголка какая-то конкретная в семь раз меньше, чем ширина человеческого волоса Глаголом от слова широкий будет слово расширить Его глаза расширились, когда он меня увидел Здесь слово используется в переносном значении То есть мы будем расширять нашу дискуссию Поле дискуссионное И слушать людей с отличной от нашей точки зрения Существительным от слова сильный будет, конечно же, сила Признание своих ошибок является признаком силы, а не слабости Глаголом будет слово усилить или укрепить Каким-то образом его болезнь укрепила их брак и сделала их ближе Евро укрепилось по отношению к доллару Высокий Существительная высота звучит как Одна только высота нью-йоркских небоскребов очень впечатляет Она среднего роста, средней высоты И глагол Это повысить Большое количество полицейских только повысило напряжение в толпе Чувство вины усиливают, увеличивают чувство тревоги Плоский В буквальном смысле, как плоская поверхность чего-то Но также плоский в том смысле, что невыразительный какой-то, непримечательный Существительное от слова плоский будет Также будет означать буквальную плоскость или невыразительность Плоские ландшафты пустыни разбивали только несколько кучек камней Все критики отметили невыразительность ее игры Глагол to flatten значит сгладить, сплющить, выровнять, сравнять, стать плоским, уменьшиться Вот та палатка не очень надежная Первый же порыв ветра ее расплющит, снесет, уронит, сделает плоской Экономика дошла до своего пика год назад, а сейчас идет на спад, выравнивается, становится плоской Для тех, кто готовит, раскатайте тесто руками в тонкий диск Ну что ж, на сегодня это все Пишите в комментариях свои примеры с новыми словами И учите английский с пазл ингэш Субтитры сделал DimaTorzok